Я начинал с нуля. Судьба не подарила мне состоятельных родителей и все, чего удалось добиться в жизни, это результат упорного, настойчивого труда, работы ума, умение прислушиваться к собственной интуиции и способности учиться на ошибках своих и чужих. Олег Зубков. Из книги «Я строю зоопарк». Сколько вы сюда не входили, Олег Алексеевич? 40 лет. Народные песни. Наш домишка мама построила своими руками. Комфортным это жилище назвать было нельзя. Стены из досок, веток, обмазанных глиной. Снаружи все еще было обшито рубероидом. Летом в нем было неплохо, но вот зимой... Вечером натопим печь. Вроде тепло, а к утру одеяло к стене примерзало. Зима под Курском не то, что в Крыму. После окончания восьмого класса я написал письма в различные морские училища. Ответов пришло два. Оба из Керчи. Я выбрал ПТУ-12, которая готовила кадры матросов первого и матросов второго класса для работы на судах загранплавания. В возрасте неполных 16 лет я покинул навсегда свою деревню. Все нажитое мною домашнее хозяйство, корову, поросят, кур, уток, кроликов, нутрий оставил матери. Детство закончилось. Начиналась взрослая жизнь. В своей книге вы написали, что Керченское морское училище манило вас романтикой морей и дальних стран. Откуда это было вас, мальчишки, выросшим в глубокой сухопутной Курской области? Да, действительно, в центре России я рос, но я с детства очень интересовался зоологией, биологией. Читал книжки о путешествиях, о морских чудовищах. И морская романтика очень глубоко во мне поселилась и очень манила. И Керчь, когда стал вопрос выбирать, где учиться дальше, Керчь подошла наилучшим образом, потому что она расположена среди двух морей – Азовского и Черного моря. И это было, конечно, основополагающим фактором в пользу принятия именно поездки и поступления в Керченское морское училище. Ваша учеба в Керчи пришлась на перестройку, о которой чаще сейчас говорят негативно. Как на вас повлияли те горбачевские времена? Только позитивно. Я тогда был молод, наивен. Я горел идеями перестройки, я горел докладом Николая Рыжкова об основных направлениях социально-экономического развития страны на период 2000 года. Я наизусть изучил очень многие документы, параметры движения нашего общества путем обновления. Стал победителем республиканской всеукраинской олимпиады по материалам 27-го съезда КПСС. И позднее это сыграло роль, что я поступил в морское политическое училище в Киеве. Поэтому для меня перестройка – это начало трудовой деятельности. Для меня перестройка – это тогда начало новой жизни. И я уверен, что эта новая жизнь наступит для страны. Я еще раз повторю, что я был очень наивен. И я думал, что все, что запланировано, будет выполняться. И я в этом буду принимать участие. Но очень быстро о 27-м съезде КПСС забыли, проведя 28-й съезд Компартии. И уже новые лозунги. И тогда я понял, что… Да, новые лозунги, старые не выполнили. И тогда я понял, что это есть большой обман нашего народа. Много было таких, как вы, закончивших училище с красным дипломом? Ну, таких выпускников всегда немного. Можно сказать, единицы. Вот. И 51 предмет, который преподавался в стенах Керченского морского училища. Ну, уж не такой красный диплом был у меня. Вот. Но в результате всего одна четверка. И по некоторым дисциплинам, таким, как алгебра, геометрия, помню, физика и даже английский язык, учителя просто поставили мне пятерку, потому что они откровенно говорили, Олег, ты поднял авторитет училища на новый уровень, ты очень достойный человек, и мы не хотим портить тебе красный диплом. К моменту окончания Керченского морского училища мне исполнилось 18 лет. И я поехал в Киев поступать в военно-политическое училище военно-морского флота. Конкурс был огромный, 8 человек на место, но я поступил. После каждого курса у нас были практики. На тяжелом авианесущем крейсере Киев, атомном ракетном крейсере Калинин. Запомнился и дальний штурманский поход вокруг Европы на корабле «Хасан». Все было здорово, увлекательно, интересно. И кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы политическая ситуация в стране не изменилась так стремительно. Из вашей книги следует, что после получения диплома ваши пути с однокурсниками разошлись. На этом моя морская жизнь закончилась, написали вы. Вы выбрали тернистый и опасный путь в те 90-е, путь бизнесмена, и достигли приличных высот. Потом перебрались из Киева в Крым. Может быть, это море вас так и не отпускает далеко от себя? Да, безусловно, морская романтика и сегодня владеет мною именно море. Его просторы, его манящая глубина, именно уникальная природа Крыма явились теми основными факторами, в пользу которых я переехал из столицы Украины, Киева, где, в общем-то, у меня было все хорошо. Но не жалею, жизнь одна, ее нужно прожить в Крыму. Я это часто повторяю. И сегодня, спустя многие годы, не жалею, я каждый день радуюсь этому уникальному климату, природе Крыма, ну вот, морским простором, с удовольствием ныряю, плаваю. Вот, и через все эти годы романтику морскую пронес в своем характере, в своей душе. В конце октября 1995 года началась новая веха в моей жизни. И сейчас, спустя много лет с того памятного дня, я могу сказать совершенно честно и искренне, какие бы трудности и препятствия не возникали на моем пути за эти годы, а временами было даже отчаяние, я ни разу, даже в самой малости, не пожалел об этом шаге. Чтобы построить зоопарк в окрестностях Ялты, нужно очень постараться и очень-очень этого хотеть. Выкупив существующий уже зооуголок, Зубков решил его, невзрачный на вид объект 50-х, превратить в сказку, что, пообещав, и сделал. Сделал, несмотря на отсутствие в то время коммуникаций и нормальных подъездных путей. Подключаться к электричеству, поскольку здесь его не было. Подключаться к воде и тянуть ее за километры, поскольку ее здесь не было. Самое трудное было сделать канализацию, потому что ее очень сложно в Ялте вообще сделать, да еще в горном зоопарке. Строительство, закупка животных, высадка растений чередовались где-то борьбой с откровенными бандитами, где-то стычками с твердолобами чиновниками. Пришедшая в 2014 году на помощь Крыму Россия принесла свою специфику взаимоотношений власти и бизнеса. На всю страну прогремели скандалы с расстрелом обезьян в сказке. В знак протеста Зубков даже на какое-то время закрыл зоопарк, пытаясь дать понять Наталье Поклонской, что ее прокурорские методы ведут не к порядку, а к хаосу. И вот уже многие герои Крымской весны отодвинуты на задворки, и мало что о них слышно. А сказка гремит и гремит на весь Крым, и отголоски этой человеческой радости докатываются и до материковой России, и до Европы. Дом своей мечты Олег Зубков нарисовал в дневнике еще будучи подростком. В книге о строю зоопарк есть и сам рисунок. И спустя много-много лет он построил именно такой дом, где было просторно и уютно всей семье Зубковых. Хороший дом начинается с парадной лестницы. Здесь она мраморная, плавно уходящая вверх из главного зала. В доме 5 этажей и 56 различных помещений, включая комнаты, гостиные, спальни, залы, библиотеку, ванны и туалеты. Есть лифт, и это объяснимо все-таки 5 этажей. А это мебельный уголок из 16 предметов, каждый из разных, но очень ценных пород деревьев. Три года китайский мастер ежедневно трудился над его созданием, прежде чем эта уникальная коллекция заняла свое место в доме. Есть библиотека. Читать есть что, да вот только читать это некому, все постоянно в разъездах. Но Зубков мечтает, что когда-нибудь на книге у него будет больше времени, и он наверстает упущенное. Но годы проходят в трудах и заботах, не до библиотеки, а она, торжественная и умная, покорно ждет своего читателя. Можно сказать, что внутренние убрамства дома выполнены в китайском стиле. А иногда даже кажется, что дом этот есть частичка поднебесной в Крыму. Зубков любит Китай, часто пусть и ненадолго туда ездит и хочет, чтобы на родине его окружало воспоминания о стране восходящего солнца. Подвернулся случай по остаточной стоимости выкупить имущество некогда бывшей военной базы. И решение я принял мгновенно. И моя главная задача была освоить эту территорию. После маленького ялтинского зоопарка, который занимал площадь в 13 раз меньше, чем эта территория. Первая мысль, конечно, была, чтобы запустить туда машины. Но есть одно но, что это можно американцу, это можно европейцу сказать, что нельзя останавливаться, выходить из машины, высовывать руки и так далее. И есть большая вероятность, что европейцы так и будут поступать. Но только не наши русские люди. Наши обязательно. Найдется тот, кто выйдет, пойдет гулять, фотографироваться на пони львов. И поэтому я не решил сопускать сюда индивидуальный транспорт с автомобилями. А держать свой автопарк. Ну, это очень накладно и дорого. Поэтому была вот такая идея, придуманная с мостами, где люди сами ходят, развлекают себя по мостам, длина которых более двух километров. Вот. И смотрят львов в открытой природе. Недавно я побывал в Крыму. В Крыму такой есть заповедник. Это сафари-парк. Парк львов. Это вообще уникально. Я вот сейчас, по часам, вот я скажу, я под большим впечатлением от парка, я под большим впечатлением от тебя. День с огнем, проходят годы, это не беда. Дальяна, Навка с львенком. Смотрите, какая прелесть. Вот так, вот так. Дальяна, Навка с львовом. Дальяна, Навка с львовом. Люди их любят, дети их защищают. Здесь делали все для того, чтобы они были счастливы. Спасибо, Олег, большое за такое прекрасное путешествие. Я рада, что попала именно в этот праздник. Спасибо вам, Ольга, за поддержку нашу с парком. Это потрясающее место. Я ничего подобного никогда в жизни не видел. Это то, что здесь сделано. Это уникальная вещь, которая вообще нужна всем людям просто. И нигде я вообще никогда не видел, чтобы так любовно обращались со львами. На первый раз в жизни я подошел к такому серьезному зверю. Даже погладил его. Как можно жить в мире и в согласии с такими царями зверей. Поэтому Александр Ильич может поделиться своими впечатлениями об этом. Это настоящие львы. Вы видите, не обколотый. Запашный сказал, что это невозможно в априори обколоть львов на территории, потому что это дорого стоит, это невозможно. И это никогда не делается. В общем, мы не знаем всех преподавателей. Немного нервничаю, переживаю. Вы спросите, почему я переживаю? Очень просто. В ближайшие несколько минут мы отправимся ко львам. В гости ко львам. Но не в закрытом джипе, а, вы не поверите, в обычном открытом гольф-каре. Я оттолкнулся от дна. Меня растила мать одна и часто. Так в семье бывало, что нам едва еды хватало. Но даже в дни, когда оказалась вся мира тьма вокруг сгущалась, я верил, несмотря на малость лет не в тьму, а в свет. И верил, все проходит. И счастье и ко мне придет, как и к другим оно приходит. И вот, спустя полсотни лет, я поколению идущему во след мне говорю, верь и работай. Не жди, не бойся, не проси. Ими к удаче от обычного движения хронометра ведущего счет жизни. Не отличи. И вот тогда, и то не обязательно, а лишь возможно, ты сможешь утверждать, что жизнь нам всем дана, чтобы подняться, оттолкнувшись от дна. Спасибо. 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 Спасибо.